Эти коробки с вещами, которые требуются нашим бойцам в зоне СВО, уже вскоре отправятся в Луганск. Собрали их жители Дзержинского района, в том числе благодаря активной работе местных ТОСов. Очень хорошо откликается сразу взрослое население. Они понимают, что это не просто так, что это действительно помощь нужна. Поэтому пенсионеры очень активно помогают, приходят и плести сети, приходят по выходным. Это не первая партия помощи, отправленная жителями Дзержинского района нашим бойцам. На передовую уже доставлены тонны грузов от них. Среди тех, кто оказывает посильную помощь приобретении этих товаров, и многие местные предприниматели. Например, представители строительного бизнеса, которые просто не смогли остаться в стороне. Это то ли четвертая, то ли пятая помощь именно лично от нашей организации, от меня. Несколько помощь до этого происходило через общественные организации наши. Все эти грузы, собранные горожанами, подлежат жесткому учету. Ни один рубль или вещь не уйдут на сторону. Все товары дойдут до наших ребят на передовой, говорит депутат Гурсовета Ирина Беспечная. Она уже долгое время вместе со своими коллегами занимается организацией гуманитарной помощи и является председателем наблюдательного совета специализированного фонда, который занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов в Луганскую область. Когда предоставляют нам гуманитарную помощь, мы делаем фотографии. Когда мы грузим на фуру, у нас примерно раз в две недели уходит фура, которую мы грузим от фонда к победе мести. То есть доставка фонда наша. У нас даже есть именные посылки. Все это фурой мы доставляем до города Луганска. И там уже конкретно представители фонда, в том числе и я сейчас отправляюсь, вот с этой фурой поеду я, да, мы встречаем эту фуру, разгружаем и затем развозим. Оказать помощь нашим бойцам сегодня может любой желающий, в том числе и обратившись в общественные приемные депутатов Гурсовета.